здравствуйте уважаемые подписчики зрители канала самогонщик с урала сегодня хочу показать небольшой лайфхак по изготовлению джин корзины для обычного аппарата я уже себе сделал сейчас у меня стоит небольшое подобие того что он предлагаю на аппарате все нагревается ждем процесса я покажу а пока сделаем еще один приобретены были вот такие вот три сита разного диаметра большое там среднее но мне сейчас используется и вот маленький на образе маленького и покажу вот эту часть ее можно выломать даже не можно нужно она нам абсолютно не нужна самое бесполезное получается здесь в данном деле здесь мы очень вот я то что сделал сейчас учитывая свои все погрешности недочеты мы будем здесь учитывать вот это вот все прожать на том который у меня сейчас используются я не стал это раскушивать так его делаем выскочила это у нас две ноги в этот промежуток либо вот это можно использовать либо какие-то проволочки и суть заключается в следующем устанавливаем на четыре ноги в баночку баночку насыпаем и свободно закручиваем но скажем здесь вот у меня вот странно почему-то сломано но не суть здесь мы можем вот так сделать ее загнуть по дно банки для устойчивости по дноам и на самом деле Ну, вот как-то так. Такая джин-корзинка. То есть мы ее устанавливаем в баночку. Такая джин-корзинка, она у нас вся из веса будет наверху. Ничто не будет плавать, то, что вы засыпите сюда. Ну, если вы сделаете там стаканчик побольше, чтобы побольше засыпать. Ну, думаю, будет только лучше. А производителям это просто идея для изготовления данных джин-корзин. Либо изначально делать банку с резьбой под крышкой. И устанавливать у нас посередине сеточку. Баночку сделать из нержавейки. Думаю, будет пользоваться спросом. Так же, как и пользуются в любом случае спросом обычные аппараты с сухопарниками. Ну, сейчас покажу, как работает данное мое ноу-хау на моем аппарате. Там сделано все несколько по-другому, как я уже рассказывал. Как вот у меня сделано, у меня сделана только вот эта ручка одна. Изначально не догадался сделать вторую ножку. Тут у меня шланг очка барбатера проходит. То есть сделано отверстие. И сетка стоит практически, получается, вверху. Там засыпаны травки. Температура нагрева еще маленькая для моего аппарата. Ну, вот у меня работает моя джин-корзина. При зацепи немножечко упала травки. Вот она там варится. Основная вся часть находится здесь. Все работает. Запах стеклята обалденный. Рекомендую. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Нет, вниз. Подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного. Готовится видео по кальвадосу. Всем спасибо. До свидания.